Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». Вашему вниманию мы хотим предложить сегодня рубрику «Духовное наследие». В ней мы обращаемся к духовному и литературному наследию известной христианской писательницы Елены Уайт. Елена Уайт. Желание веков. Глава 53. Последнее путешествие из Галилеи. И он послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но жители этого селения отказались принять его, потому что он направлялся в Иерусалим. Они поступили так, считая, что Христос отдавал предпочтение иудеям, которых они ненавидели лютой ненавистью. Если бы он пришел восстановить храмы и поклониться на горе Горизим, они бы с радостью приняли его. Но он шел в Иерусалим, и они не желали оказать ему гостеприимства. Едва ли они сознавали, что закрывают двери своих жилищ перед самым лучшим даром небес. Иисус обращался к людям, чтобы они приняли его. Он просил у них милости, чтобы приблизиться к ним и даровать им самые щедрые благословения. Каждую оказанную ему милость он вознаграждал более драгоценным даром. Но Самаряне потеряли все из-за своих предубеждений и фанатизма. Иаков и Иоанн, посланные Христом в это селение, были крайне раздражены тем, что Господь подвергся такому оскорблению. Их возмутило грубое обращение с Иисусом со стороны Самарян, которых он почтил своим присутствием. Не так давно они были вместе со Христом на горе Преображения и видели, как Бог прославил его, и как почтили его Моисей и Илья. Это явное пренебрежение со стороны Самарян нельзя было, думали они, оставить без строгого наказания. Придя ко Христу, они передали ему слова Самарян, подчеркнув, что те отказали ему даже в ночлеге. Им казалось, что со Христом поступили крайне несправедливо, и, видя вдалеке гору Кормил, на которой Илья умертвил лжепророков, они сказали «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но каково же их было удивление, когда они увидели, что своими словами ранили Иисуса, и еще сильнее они удивились, услышав обличение. «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И Он отправился в другое селение. Христос пришел на землю не для того, чтобы заставить людей принять себя. Только сатана и люди, движимые его духом, стремятся насиловать совесть. Притворяясь ревнителями правды, люди, объединившись со злыми ангелами, причиняют страдания ближним, чтобы обратить их в свою религию. Но Христос всегда являет милосердием, Он всегда стремится победить любовью. Он не желает, чтобы человек служил двум господам и не принимает частичное служение, но желает только добровольного служения сердца, с радостью заключающего себя в узы любви. Если мы стремимся обидеть и устранить с пути тех, кто не ценит наш труд или действует вопреки нашему мнению, то это самым убедительным образом доказывает, что нами владеет дух сатаны. Каждое человеческое существо, его тело, душа и дух принадлежат Богу. Христос умер, чтобы искупить всех. Никто так не оскорбляет Бога, как религиозные фанатики, приносящие страдания искупленным кровью Спасителя. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к Нему народ, и по обычаю своему Он опять учил их. Евангелие от Марка, глава 10, стих 1. Последние месяцы своего служения Христос большей частью провел в Итурее, области, расположенной на дальнем от Иудеи берегу Иордана. Здесь толпы следовали за ним, как в начале его служения в Галилее. И Христос повторял многие истины, которым Он учил тогда. Когда-то Он отправил на служение двенадцать. Теперь же избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Евангелие от Луки, глава 10, стих 1. Эти ученики находились какое-то время вместе с Ним, подготавливаясь к будущим трудам. Когда двенадцать учеников были посланы на первое самостоятельное служение, остальные в это время сопровождали Иисуса в Его путешествии через Галилею. Они таким образом имели преимущество близко общаться с Ним и получать личные наставления. И теперь эта большая группа учеников должна была начать самостоятельное служение. Указания, данные семидесяти ученикам, совпадали с теми, которые получили ранее двенадцать учеников, за исключением запрета входить в поселение язычников или самарян. Теперь этот запрет отсутствовал. Несмотря на то, что Христос был недавно изгнан самарянами, Он по-прежнему любил их. Когда семьдесят учеников вышли во имя Его, они прежде всего отправились в города Самарии. Посещение спасителем Самарии, одобрение доброго самарянина, радость и благодарность прокаженного самарянина, который один из десяти вернулся, чтобы возблагодарить Христа, все это имело глубокое значение для учеников. Эти наставления запали глубоко в их души. Давая им поручения перед Вознесением, Христос упомянул Самарию вместе с Иерусалимом и Иудеей, отметив, что именно там ученики должны в первую очередь проповедовать Евангелие. И они могли исполнить это повеление, потому что учение Христа подготовило их к этому. Когда во имя Господа они отправились в Самарию, то нашли людей, готовых принять их. Самаряне слышали, что Христос по-доброму отозвался о них, слышали и о Его делах милосердия к своим соотечественникам. Хотя они обошлись с Ним грубо, Он относился к ним только с любовью, и их сердца были покорены. После Вознесения Христа Самаряне приняли посланников Спасителя с радостью, и ученики собрали драгоценный урожай среди тех, кто некогда были их злейшими врагами. Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, и на Его имя будут уповать народы. Книга пророка Исаии, глава 42, стих 3. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 21. Посылая семьдесят учеников, Иисус повелел им точно так же, как и двенадцати, не навязывать себя там, где их не будут принимать. «Если же придете в какой город, — сказал он, — и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Они не должны были делать это в порыве негодования или из чувства оскорбленного достоинства, но для того, чтобы показать, как страшно отвергать Господню весть или Его посланников. Отвергнуть вестников Господних, значит, отвергнуть самого Христа. «Сказываю вам, — добавил Иисус, — что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. И теперь он мысленно возвратился в галилейские города, где прошла большая часть его служения, и в глубокой скорби воскликнул, — горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Этим торговым городам у Галилейского моря были предложены драгоценнейшие благословения неба. И за дня в день князь жизни проходил через них. Слава Божия, которую желали увидеть пророки и цари, освящала множество людей, которые следовали за Спасителем. И все же они отвергли небесный дар. С показной предусмотрительностью раввины предупреждали людей не принимать нового учения, которое проповедует этот малоизвестный учитель, потому что оно противоречит учению отцов. И народ поверил священникам и фарисеям, вместо того, чтобы стремиться самим понять Слово Божье. Они почитали священников и правителей, вместо того, чтобы почитать Бога. Сохраняя свои предания, они отвергли истину. Многие люди находились под большим впечатлением от Слов Христа. Их почти удалось переубедить, но они не поступали в соответствии со своими убеждениями, и их не считали учениками Христа. Сатана искушал людей до тех пор, пока свет не стал казаться тьмой. Так многие отвергли истину, которая могла бы спасти душу. «Истинный свидетель говорит, все стою у двери и стучу» Книг Откровения, 3 глава, 20 стих. Каждое предупреждение, обличение и настойчивый призыв в Слове Божьем или через его вестников – это стук в дверь сердца. Это голос Иисуса, который просит впустить его. Если человек раз за разом оставляет этот стук без внимания, желание открыть дверь у него ослабевает. Если мы сегодня пренебрегаем влиянием Святого Духа, завтра оно будет слабее. Сердце становится менее впечатлительным, и на беду свою человек забывает, что жизнь коротка, а за ней простирается необъятная вечность. Мы будем осуждены на небесном суде не потому, что заблуждались, но потому, что пренебрегли данными небом возможностями познать истину. Подобно двенадцати апостолам, семьдесят учеников получили сверхъестественные способности, как печать своей миссии. Выполнив поручение, они вернулись с радостью, говоря, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Иисус ответил, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Картины прошлого и будущего предстали перед Иисусом. Он видел Люцифера, когда тот был изгнан из небесных обителей. Он видел свои мучения, обнажившие сущность обманщика перед всеми мирами. Он уже слышал крик, «Совершилось!» Евангелие от Иоанна, девятнадцатая глава, тридцатый стих, провозглашающий, что падший человеческий род искуплен навеки, что небо навсегда ограждено от обвинений, обманов и притязаний сатаны. И за Голгофским крестом, с его позором и мучениями, Иисус видел тот великий последний день, когда князь сил поднебесных найдет свою погибель на земле, обезображенной веками его восстания. Иисус видел, что зло будет навсегда искоренено, и мир Божий воцарится на небе и земле. С этого времени последователи Христа должны были смотреть на сатану, как на побежденного врага. На кресте Иисусу предстояло держать победу за них, и Он хотел, чтобы они приняли ее как свою победу. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Всесильная власть Святого Духа — это защита для всех борющихся. Христос не позволит ни одному из тех, кто с покаянием и верою просит у Него защиты, оказаться под властью врага в искушении и испытании. Спаситель находится рядом со своими детьми. С ним невозможна неудача, потеря, бессилие или поражение. Мы можем совершить все через того, кто укрепляет нас. Когда приходит искушение и испытание, не ждите, пока уладятся все проблемы, но взирайте на Иисуса, вашего помощника. Есть христиане, которые думают и говорят слишком много о силе сатаны. Они думают о своем противнике, они вспоминают его в молитве, они говорят о нем, и он кажется им все более и более могущественным. Сатана и в самом деле силен, но благодарение Богу мы имеем всемогущего Спасителя, который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? Почему бы не превозносить его силу и его любовь? Радуга обетования, окружающая Вышний престол, это вечное свидетельство того, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Эта радуга свидетельствует всей вселенной, что Бог никогда не оставит Свой народ в борьбе со злом. Она укрепляет нас в мысли. Сила и защита обеспечены нам до тех пор, пока будет стоять сам престол. Иисус добавил, «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Не радуйтесь, когда вы чувствуете свою силу, чтобы не утратить зависимость от Бога. Остерегайтесь самонадеянности, чтобы не начать полагаться на собственные силы, вместо того, чтобы уповать на дух и силу Господа. Наше «Я» всегда готово присвоить себе все заслуги, если мы достигаем хотя бы малейшего успеха в наших трудах. Наше «Я» польщено и возвышено, и окружающие не чувствуют, что Бог есть все во всем. Апостол Павел говорит, «Когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Когда мы осознаем свою слабость, мы учимся полагаться на силу свыше. Ничто не может так сильно завладеть нашим сердцем, как постоянное сознание нашей ответственности перед Богом. Ничто не влияет так глубоко на наше поведение, как сознание всепрощающей любви Христа. Мы должны соприкоснуться с Богом. Тогда мы исполнимся Его Святым Духом, который побуждает нас служить нашим ближним. Тогда радуйтесь, что через Христа вы соединились с Богом, стали членами небесной семьи. Если вы будете смотреть ввысь, то будете постоянно ощущать слабость человечества. Чем меньше вы будете лелеять свое «Я», тем отчетливее и полнее будете понимать совершенство своего Спасителя. Чем крепче вы соединитесь с источником силы и света, тем больший свет будет дарован вам, и большие силы будут даны вам для дела Божьего. Радуйтесь, что вы одно с Богом, одно со Христом и со всей небесной семьей. Когда семьдесят учеников слушали слова Христа, Святой Дух запечатлевал в их уме смысл происходящего и вписывал истину в их сердца. Несмотря на то, что их окружали толпы народа, они были как бы сокрыты в Боге. Видя, что они осознали торжественность момента, Иисус возрадовался духом и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцем, ей и Отче, ибо таково было твое благоволение, все предано мне, Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Знаменитые люди мира сего, так называемые великие и мудрые, чья мудрость превозносится всеми, не могли понять сущности Христа, они судили о Христе по его внешности, по униженности его положения среди людей, но рыбакам и мытарям было дано увидеть невидимое. Даже ученики не могли уразуметь всего, что Иисус хотел открыть им, но время от времени, когда они вверяли себя Святому Духу, их сознание просветлялось. Они понимали, что всесильный Бог, обличенный в человеческую плоть, находится рядом. Хотя мудрые и благоразумные не познали истины, но она была открыта простым людям, и это радовало Иисуса. Часто, объясняя Ветхозаветные Писания, Он показывал, что там говорится о Нем и о плане искупления. Его Дух влиял на них, и сердца их обращались к небу. Духовные истины, сообщенные через пророков, они понимали яснее, чем сами пророки. После этого они могли уже воспринимать Ветхозаветные Писания не как учения книжников и фарисеев, не как высказывания древних мудрецов, но как новые откровения от Бога. Они созерцали того, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Более совершенное понимание истины возможно лишь тогда, когда сердце будет смягчено и покорено Духом Христовым. Сердце должно быть очищено от тщеславия и гордости и освобождено от всего, что владеет им. В нем должен воцариться Христос. Мирская наука слишком ограничена, чтобы постичь искупление. План спасения настолько глубок, что философия не может объяснить его. Он останется тайной, в которую не может проникнуть даже самый совершенный ум. Наука спасения не может быть объяснена, но ее можно познать на опыте. Только тот, кто понимает собственную греховность, может оценить любовь Спасителя. Медленно продвигаясь из Галилея в Иерусалим, Христос во всей полноте преподавал истину. Народ жадно внимал его словам. И в Итурее, и в Галилее люди не были столь фанатичны, как в Иудее, и его учение находило отклик в их сердцах. В эти последние месяцы своего служения Христос рассказал много притчей. Священники и раввины преследовали Христа со все возрастающей яростью. И свои предостережения, адресованные им, он облекал в образную форму. Они не могли не понять его, но, тем не менее, не сумели найти в его словах ничего, что дало бы им повод для обвинений. В притче о фарисеи и мытаре «Самодовольная молитва Божия, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», резко отличалась от мольбы кающегося. «Будь милостив ко мне, грешнику» Евангелие от Луки, 18 глава, стихи 11-13. Так Христос осудил лицемерие иудеев. А в образах бесплодной смоковницы и званого ужина Христос предсказал участь, которая вскоре должна была постичь непокорный народ. Те, кто с насмешкой отверг приглашение на евангельский пир, услышали его предостережение. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Евангелие от Луки, 14 глава, 24 стих. «Ученики получили драгоценнейшее наставление. Притча о настойчивой вдове и о друге, просящем хлеба в полночь, придала новую силу его словам. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам» Евангелие от Луки, глава 11 стих 9. И часто их колеблющаяся вера укреплялась при воспоминании о словах Христа. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Евангелие от Луки, глава 18 стихи 7-8. Христос повторил также и чудесную притчу о заблудшей овце. Он углубил содержавшееся в ней упоучение, рассказав о потерянной Драхме и о блудном сыне. Ученики не могли полностью понять значение этих наставлений, но после сошествия Святого Духа, когда они смотрели на обращающихся язычников, когда они видели зависть и гнев иудеев, они лучше поняли смысл притчи о блудном сыне и радостных слов Христа. «О том надобно было радоваться и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, 15 глава стихи 24-32. И когда ученики во имя Господа вышли на проповедь, когда они встретились с поношением, лишениями и преследованиями, они часто ободрялись, вспоминая слова, сказанные им во время этого последнего путешествия. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволел дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Евангелие от Луки, 12 глава, стихи с 32 по 34. Наша встреча в эфире заканчивается. Мы знакомили вас с духовным и литературным наследием известной христианской писательницы Елены Уайт. Мы будем с нетерпением ждать ваши отзывы на эту передачу и заявки на открытки со стихами Священного Писания. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос Надежды». Наша страница в интернете находится по адресу www.golosnadежda.ru До свидания! Господь да пребудет со всеми вами! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон.